Мир вам и Божье благословение! Среди людей, живущих на земле, всегда находятся выдающиеся люди. Ученые, военные, крестьяне, фермеры, просто живущие рядом и совсем незнакомые люди, которые оставляют след. И для нас важно помнить, и мы сами не забываем тех, кто оказывал нам и оказывает величайшую какую-либо услугу, спасающую нашу жизнь, здоровье, душу, семью, наше счастье. И вот священники, их много, не все становятся выдающимися. Есть выдающимися в отрицательном плане и позорище самим, но не церкви. А есть которых мы называем святыми и которым стремится наш разум, душа и стремление подражать. Такой отец Иоанн Кронштадтский, не изменивший человеческую природу, но устанавливающий в этой природе глубокой верой во Христа, правду Божью, в душах людей закон справедливости, закон борьбы за свое спасение, исполняющий закон любви к человеку, невзирая на его принадлежность к религии, нации, культуре. Ибо человек, дар Божий, высший, это действительно светильник великой нравственности, мира и процветания рода человеческого. И мы имеем такого святого и пророка, и учителя, и великого молитвенника. Как относиться к Новому году? Вообще Новый год – это выдумка чиновеческая, но есть в этом и установка божественная, то есть периоды разделения времени по каким-то определенным факторам и фазам. Новый год требует продолжения старого, начатого добра, обновления души покаянием, смирением, послушанием и благословением. Всякое начало, как утро и вечер, мы должны благословлять молитвой, посещением храма, поставить свечечку, подать записки о всех ближних, помолиться о врагах, чтобы стали друзьями, их никогда не было у нас. Вот это и есть Новый год. А веселье, праздник – это чисто человеческое. Это уже кто как хочет. Кто грешит, тот и получает по этим грехам. Кто благословляет, тот и получает свет Божий. И год Новый проходит у него в добрых заботах, как и прошлый год, принося огромную пользу духовную, материальную и увеченной жизни через покаяние. Благословить надо Новый год. Чем выделяется последняя неделя Рождественского поста? Всякая неделя, последняя перед событиями, когда большие посты, имеет и глубокий, и глобальный смысл. Последняя неделя означает и напоминает нам о последних временах перед Рождеством Христовым. Она призывает нас взглянуть на свою жизнь греховную, подвести итог своим грехам и поспешить на покаяние, если мы не совершили, начать изменение своей жизни. И, конечно же, глубокое ожидание, чудо, чудо, которое называется Рождество. Но Рождество это должно произойти в нашей душе, в нашем сердце, в нашей жизни, в нашем уме. А потом уже прилагаем и праздничные трапезы, и богослужения, и потом святки. И эта неделя напряженная, требующая и поиска приложения своих сил совершить добро человеку, и миру, и вселенной. Она очень ответственная, требующая взять метлу и вымести все греховное старое со своей души, примириться со всем и вся, и втринять Господа, как принимаем младенца, зная, что это Бог нас рождает. Вот что значит последняя неделя поста. Но она строгая, без масла, без рыбы, овощи, водичка, грибы, ягоды, все растительное. Мир вам и Божье благословение. Как завершите пост рождественский, так и встретите Рождество. А встретившись Рождество, так и будете жить. Либо скудно, обильно в стезах и рыданиях, и болезнях, либо с хлебом, солью, с радостью, любовью, где-то рождением и с добрыми, удивительными встречами с людьми, с человечеством. Храни вас Господь!